Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 главных отличий фильмов от комиксов Марвел. В этой подборке мы собрали все возможные изменения в киновселенной Марвел, которые расходятся с комиксами. И, конечно же, берегитесь спойлеров. А как вы думаете, какие моменты не стоило менять? Напишите в комментах. Номер 10. Изменения в костюмах. Разные фильмы. Очевидно, что многие из оригинальных костюмов теперь выглядят глупо. Да, мы о тебе, соколиный глаз. Или слишком откровенны для большого экрана. Если сравнивать комиксные костюмы с киновариантами, некоторые из них выбиваются из общей картины. Насколько бы серьезно все отнеслись к Баки Барнсу, если бы увидели его странный красно-синий комбинезон с ботинками Робин Гуда? Кто-нибудь может представить Грута в одежде? Или не особо одетого Йонду? А как насчет сокола, выреженного помощником фокусника из 70-х? Марвел намекали на эти оригинальные костюмы в Ванда Вижн, и теперь понятно, зачем нужны эти изменения. Номер 9. История Дракса. Стражи Галактики. А вот некоторые изменения сделали для экономии времени, как в случае с Драксом-разрушителем. В комиксах Дракс был Артуром Дугласом, человеком, агентом по недвижимости и талантливым саксофонистом. Но его и всю семью убил Танос, потому что опасался, мол, они видели его прибытие на Землю. Сознание Дугласа извлекли из тела и переместили в гуманоидную форму, которая и стала Драксом-разрушителем. Это краткая версия. В КВМ же Дракс – инопланетный межгалактический преступник, чьих родных убил Ронан-обвинитель. Он попал в тюрьму из-за своего мстительного коллеги по галактической преступности. Так у Дракса не настолько запутанная предыстория, и, к счастью, он не играет на саксофоне. Номер 8. Альтер-эго Тора Тор. В оригинальном воплощении 1960-х у Тора было альтер-эго, и это имело смысл. Тора изгнали в Мидгард, на Землю, как и его кинопрототипа. Один хотел научить Тора смирению, поэтому стер ему память и поместил сознание в Дональда Блейка, студента-медика из Гарварда с травмой ноги. Так он научился жить с инвалидностью и заботиться о больных. Блейк поехал в Норвегию, а там нашел трость, которая при ударе превращалась в Мьёльнир и восстанавливала свою форму Тора. В кино у Тора нет альтер-эго и секретной личности, разве что он иногда носит человеческую одежду. Номер 7. Алкоголизм Тони Старка Разные фильмы. В комиксах главной темой в жизни Железного Человека был алкоголизм. В фильмах Старка часто показывают с выпивкой, но это не глобальная проблема, требующая помощи. В комиксах внимание сосредоточено на недостатках плейбоя-миллиардера, особенно на его проблемах с алкоголем. И из-за потенциального поглощения Старк Индастрис Тони уходит в запой. Это приводит к потере компании, его активы заморожены и он потерял часть своей недвижимости. В комиксе 1979 года «Демон в бутылке» подробно расписали его алкоголизм. Но в кино это упоминается вскользь, а не как полномасштабная проблема. Номер 6. Старший Человек-муравей Человек-муравей Скотт Лэнг был Человеком-муравьем в комиксах с 1979 года. В фильме весьма точно указано, как он добыл костюм. Но фанаты расстроились, что Генри Пим не предстает в образе Старшего Человека-муравья. По факту, в фильмах важность Пима сильно уменьшили. В комиксах Пим создал Альтрона, стал желтым жакетом и был одним из основателей Мстителей. Это, к слову, об изменениях. Мы все заценили Пола Радда в роли крошечного героя, но фанатам хотелось бы видеть в этом костюме оригинального Человека-муравья Генри Пима. Номер 5. История Алой Ведьмы и Ртути Мстители Эра Альтрона Это в целом касается проблемы мутантов в КВМ, и в нее мы вдаваться не будем. В комиксах Ванда и Пьетро Максимов были отпрысками Магнета из Людей Икс. Они мутанты. Отсюда и суперсилы. Но киновселенная Марвел не дружила со вселенной Людей Икс из-за проблем с правами. Поэтому и решили отправить близнецов к Гидре, провести над ними эксперименты, чтобы именно так они получили свои силы. Ртуть фигурировал в обеих франшизах, но роли исполнили разные актеры. Не считай запутанного, но забавного кроссовера в Ванда-Вижн. Мы надеемся однажды увидеть одно большое воссоединение в сериале «Что если». Номер четыре. Происхождение и мотивация Киллмонгера «Черная пантера». Комиксная версия Эрика Киллмонгера сильно отличается от киношной. По комиксам Киллмонгер бывший раб Ули Сокло, с очень трудным воспитанием и не имеет отношения к королевской семье Ваканды. Он из Ваканды, но простой сирота. А еще у него академическое образование, а не военное и наемническое прошлое, как в кино. В основном им движет месть из-за одинокого и жестокого детства, а не стремления к справедливости, как у киношного Киллмонгера. Нужно сказать, что это хорошее изменение, ведь так у мести Киллмонгера более благородная цель в кино. Номер три. Мандарин. Железный человек 3. Это разозлило поклонников комиксов, ведь Мандарин злодействовал с 1964 года. Начиная с его первого появления в Тревожных Историях. И потом он стал заклятым врагом Железного Человека. Из-за трудного прошлого он стал криминальным авторитетом и торговцем оружием. А благодаря десяти кольцам инопланетян из разбитого НЛО получил сверхспособности. Это если вкратце. В Железном Человеке 3 Мандарина сыграл британский актер Бен Кингсли. Но когда выяснилось, что это Тревор Слеттер, бывший актер с зависимостью, фанаты этого реально не поняли. Номер два. Красный череп в космосе. Мстители. Финал. У Красного Черепа долгая история в комиксах еще с 1941 года, когда Marvel еще были Таймли Комикс. Изначально он был заклятым врагом Капитана Америки, военным преступником и сообщником Гитлера всю Вторую Мировую, искателем мирового господства и даже успел умереть и вернуться к жизни в теле клона Капитана Америки. А чего точно не было в комиксах. То, что он стал хранителем Камня Душ на планете Вормир. Вся эта сюжетная арка создавалась исключительно для кино, и фанатов это не сильно впечатлило. Можно и придраться, ведь пребывание Красного Черепа на Вормире не имеет большого смысла, и это никогда особо не объясняли. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Мотивация Таноса. Мстители. Война бесконечности. И Мстители. Финал. А вот это долгожданное изменение. В комиксах Танос собирал Камни Бесконечности и размотал половину вселенной, чтобы произвести впечатление на женщину. Мило, правда? То есть бесчисленное количество убийств не вызвало расположение Леди Смерть, и она потребовала большего. Вот тогда он и решил собрать все камни и уничтожить половину вселенной, чтобы завоевать сердце женщины, по которой он сох с юности. У киношного Таноса намерение посерьезнее. Его собственная планета Титан разрушилась из-за перенаселения, поэтому он хочет восстановить равновесие во вселенной и убрать половину населения. Конечный результат тот же, но все же это лучше, чем впечатлять барышню. Но сейчас нет времени, чтобы спрятать. Сейчас. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok